Дорогие собрания! Доброе утро! Я тоже хочу передать привет из Лихтенберга, из нашей Церкви. И сегодня, как вы уже знаете, мы тоже снова обратимся к книге Псалмов. Это будет 18-й Псалом. Но, знаете, не секрет, что наша жизнь в очень большой степени зависит от информации, с которой мы контактируем тем или иным образом. Ну, скажем, сегодня вы посмотрели утром из окна и увидели, что идет дождь, и вы поняли, что мне нужно одеться соответствующим образом, возможно, мне надо взять зонтик. То есть информация влияет таким образом, что я обрабатываю ее и поступаю на основании этой информации. Водитель, скажем, который едет по дороге, он тоже считывает знаки дорожного движения, он считывает сигналы светофора, и соответствующим образом он движется по дороге. Мы соответствующим образом, зная на основании информации о человеке, зная что-то о нем, мы относимся к нему соответствующим образом. Если мы знаем о намерениях этого человека по отношению к нам, тут еще это больше влияет, эта информация еще больше влияет на наше отношение к нему. Таким образом строится отношение. Точно так же по отношению к Богу. То, что мы знаем о Боге, то, что мы знаем о нем из его слова, то, что мы знаем о его намерениях к нам, это формирует наше отношение к нему. Интересно, Мартин Ллойд Джонс так сформулировал эту мысль. Он сказал, что Священное Писание – это не просто книга, это книга о Боге и о отношении человека к Нему. И мы сегодня хотим посмотреть в Псалме 18, что говорится о Слове Божьем и что говорится об отношении, о намерениях Слова Божьего по отношению к нашей жизни. Оно, несомненно, вне всякого сомнения, оказывает на нас влияние. И мы хотим посмотреть вот эти некоторые аспекты, о которых говорит Давид здесь, в Псалме 18, что оказывает, какое влияние оказывает Слово Божье на нас. Мы хотим смотреть на это и понимать, что Бог желает для нас, и на основании этого строить дальше свои отношения с Богом. Итак, я предложил бы сейчас, чтобы мы вместе, по возможности, открыли 18-й Псалом. Мы обратим внимание особое сегодня на стихи. Мы посмотрим не на весь Псалом, а только на некоторые стихи. Но прочитаем мы сейчас весь его целиком, с самого начала. Итак, здесь сказано, «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь. День дню передает речь, и ночь ночи открывает знания. Нет языка и нет наречия, где не слышался бы голос их. По всей земле проходит звук их, и до предела вселенной слова их. Он поставил в них жилище солнцу, оно выходит, как жених из брачного чертога своего, радуется, как исполин, пробежать поприще. От края небес исход его, и шествие его до края их, и ничто не укрыто от теплоты его». И вот с этого места, с 8 стиха, мы обратим более тщательное внимание сегодня на эти слова. «Закон Господа совершен, укрепляет душу. Откровение Господа верно умудряет простых. Повеление Господа праведны, веселят сердце. Заповедь Господа светла, просвещает очи. Страх Господень чист, пребывает вовек. Суды Господни, истина, все праведны. Они в вожделении золота, и даже множество золота чистого, слаще меда и капель сота. И раб Твой охраняется ими. И в соблюдении их великая награда. Кто усмотрит погрешности свои, от тайных моих очисти меня. И от умышленных удержи раба Твоего, чтобы не возобладали мною. Тогда я буду непорочен и чист от великого развращения. Да будут слова уст моих и помышления сердца моего, благоугодны пред Тобою, Господи. Твердыня моя и избавитель мой. Аминь». Итак, Давид размышляет здесь над Словом Божьим. И мы можем увидеть, что здесь он высказывает о том, каково Слово Божье. И он говорит о том, что оно производит в нашей жизни. Он говорит, что оно укрепляет душу. Слово Божье или откровение, оно умудряет простых. Повеления его веселят сердца. Заповедь его просвещает очи и предостерегает рабов Божьих. Итак, вот эти пять моментов, на которые мы сегодня хотим внимательно посмотреть. Важно заметить, что все, что здесь сказано, когда Давид здесь говорит об этих словах, закон Господа совершен, откровение Господа, повеление Господа и так далее, здесь речь идет о Слове Божьем. Он разными словами называет Слово Божье. И начинает он со слова «закон». Закон Господа, говорит он, совершен, он укрепляет душу. Интересно, что если посоветоваться со словарями, в частности, с подстрочным переводом с оригинального языка, вот это слово, которое здесь у нас учит, как укрепляет душу, очень интересно, что в оригинале это слово имеет следующее значение – возвращать, приводить или приносить, назад или обращать. возвращать, приводить или приносить, назад и обращать. То есть, когда мы говорим о том, что что-то нужно вернуть, что-то нужно привезти назад, когда это нечто, его взяли с того места, которое ему принадлежало до сего момента, куда-то забрали, и нам нужно теперь это нечто вернуть на место, поставить, положить, привезти на место. Таким образом, Давид говорит, закон Господа возвращает душу, возвращает, приводит ее назад, обращает душу. То же самое слово употребляется, если мы читаем книги «Бытие», когда, вы помните, Лота и все его имущество, всю его семью, этого родственника Авраама, его забрали в плен. И вот, когда мы читаем это описание, когда Авраам пошел вызволять его, и написано «и возвратил все имущество Лота и сродника своего, имущество его возвратил также и женщин, и народ». То же самое слово берется здесь и говорится «возвратил все на место», возвратил имущество, возвратил его самого, возвратил его семью, возвратил. Давайте вспомним вообще, напомним себе возвратить. Почему здесь сказано «душу надо возвратить», закон Божий возвращает душу. Давайте напомним себе просто, о чем здесь речь, почему нужно возвратить душу. Когда мы читаем Священное Писание с самого начала книги Бытие, мы видим, как Адам и Ева находятся в присутствии Божьем, они находятся в общении с Ним. Вы помните, что Бог приходил в прохладе дня и имел общение с Адамом и Евой, и люди были в послушании Его Слову. Их жизнь была в абсолютной гармонии, будь то взаимоотношения друг с другом или будь то взаимоотношения с внешним миром. Они были всем обеспечены, им не было чего бояться, им не о чем было переживать, но только как только они ослушались Бога, как только они нарушили Его Слово, все начало рушиться. Все абсолютно начало шаг за шагом рушиться, если мы понаблюдаем и это увидим. Вот как камешки домино ставишь в один ряд, и если ты одну наклонил, то обязательно все упадут. От первой до последней. И вот Бог сказал, когда люди отвернулись от Бога, Адам и Ева ослушались Слова Божьего, там написано так, в 11 стихе, «И сказал Господь Бог, кто сказал тебе, что ты нак?» Помните, Адам прятался от Бога, потому что он был нак. И Бог говорит ему, кто сказал тебе, что ты нак? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе? Адам сказал, «Жена, которую ты дал мне, она дала мне от дерева, и я ел». И вот посмотрите, как только человек отвернулся от Слова Божьего, как только он ослушался, и начали падать камешки домино. Первое лукавство, первый раздор. Ну, иначе как? Адам говорит, «Жена, которую ты дал мне, она мне дала этот плод от дерева, и я ел». То есть, первый раздор, с чего обычно начинаются раздоры, когда люди перекладывают вину друг на друга, и говорят, «Если бы ты так не поступил, то и я бы так не сделал. А раз ты так сделал, ну тогда и получай в ответ». То есть, вот отсюда все начинается, когда люди начинают перекладывать вину, и уже нет гармонии в отношениях. И дальше Бог говорит, «Жене сказал, умножай, умножу скорбь твою». У них до этого все было хорошо. У них не было болезни, и теперь Бог говорит, «Умножай, умножу скорбь твою». Это результат того, что люди ослушались Слова Божьего. Адаму, он говорит, «Проклятость земля за тебя, со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей». Если мы вернемся чуть назад, как там было до этого, Бог дал им все, что необходимо для жизни. Он сказал, «Будете питаться от всех плодов, только одного плода с дерева одного не ешьте». У них не было проблем, а теперь он говорит, «Проклято, земля за тебя, со скорбью будешь питаться от нее во все дни твоей жизни». И дальше мы читаем, совсем немножко времени прошло после этого момента, мы читаем, что уже брат убивает брата, уже Каин убивает Авеля. И так дальше, и так дальше. Чем дальше мы окунаемся в историю человечества, если мы внимательно будем наблюдать и размышлять, то мы увидим, что люди становятся все развращеннее и развращеннее и развращеннее. Чем дальше мы уходим от Слова Божьего, тем дальше люди развращаются. Мы читаем в книге «Бытие» 6.5 перед потопом. Перед потопом написано, что «И увидел Господь, что велико развращение людей на земле, и мысли и помышления сердца их были зло во всякое время». Во всякое время. И с того момента понеслось, камешки домино начали падать. Дошло до того, что кто-то из историков сказал, «Вся история человечества – это история войн». Вы, наверное, слышали это выражение. Но сюда можно, наверное, еще и добавить, если подумать, «Вся история человечества – это не только история войн, это история лжи, это история обмана, это история убийства, это можно большой список продолжать здесь. История желания нажиться друг на друге и так далее». И вот в послании к римлянам апостол Павел вынужден был констатировать состояние человечества. Мы читаем послание к римлянам в 1 главе с 29 стиха. Апостол Павел пишет, я читаю в новом русском переводе, немножко отличается от синодального. Он пишет, «Они полны всякой неправедности, зла, жадности, порочности, полны зависти, убийства, раздоров, обмана, коварства, сплетен. Они клеветники, они ненавидят Бога, они наглые, надменные, хвастливые, изобретательны на зло, непокорны родителям, нет в них ни рассудка, ни веры, ни любви, ни милости». Он говорит, «Они, о ком это они?» «Они, так люди. Это о нас с вами. О нас с вами так сказано в Священном Писании. Пусть здесь этот большой спектр, который описан, не весь спектр каждый из нас может отнести к себе лично, но как минимум один-два к себе лично мы можем отнести, если мы будем честны сами к себе». И вот это результат грехопадения. Люди не стали счастливее, отвернувшись от Бога. Возможно, они подумали, поверив лжи сатаны, что действительно, а ну-ка попробую я стать как Бог. А может, Бог что-то от меня скрывает, чтобы я не стал более счастливым, чтобы у меня было еще все гораздо лучше. Человек поверил лжи сатаны, что он может стать как Бог, и вот результат. Люди на самом деле не стали более счастливыми, отвернувшись от Бога. И причина этому всему, апостол Павел объясняет, здесь же в послании к римлянам он говорит, «Потому что, хотя они и знали о Боге, тем не менее они не прославили Его как Бога и не были благодарны Ему, но предались бесполезным размышлениям, и их неразумные сердца, погрузились во мрак. Притязая на мудрость, они стали глупыми». Священное Писание говорит, что о Боге явно. Откровение Божие, о Нем говорят небеса, и твердь проповедует. Творение Божие говорит о Нем. Люди не захотели знать о Боге, они не прославили Его. И в результате, желая стать мудрыми, желая стать более счастливыми, они стали глупыми и несчастными. Если, давайте вспомним хотя бы в свете вот этих стихов, которые здесь апостол Павел в послании к римлянам говорит, вспомним в свете этих стихов хотя бы, ну, теорию эволюции, которую люди придумали. Если мы произошли от обезьяны, как человек считает, если выживает сильнейший, как теория эволюции говорит, тогда не надо удивляться, что люди поступают друг с другом жестоко. Тогда не надо удивляться, что люди друг друга готовы наживаться друг на друге, готовы жертвовать жизнью друг друга. Если выживает сильнейший, если эволюция права, тогда что пенять? Ну, на что обижаться? И вот интересно, вы сидите в гостях и кушаете торт, вкусный, многослойный торт, и вы говорите, какой классный у тебя холодильник. Ты, наверное, туда взял все продукты, засунул, закрыл дверь, там бабахнуло все, и потом ты открыл дверь и вытащил оттуда готовый торт. Ну, никому из людей не придет такое в голову сказать, что ты положил продукты в холодильник, там все взорвалось, и я теперь кушаю твой вкусный, прекрасный торт, который так сложен аккуратно, слоями. Лар радует глаз, и мой вкус приятный у него. Никому из людей не приходит на ум такое сказать, но почему-то людям приходит на ум сказать, что вот это все творение, которое мы видим перед собой, весь этот порядок, абсолютный порядок, что это все произошло из какого-то взрыва, из какого-то вещества взорвалось, и появилось все, которое сейчас находится на своем месте. Почему-то людям приходит это в голову. И апостол Павел говорит, поскольку они посчитали ненужным познавать Бога, то Бог оставил их на произвол их испорченных умов, допустил делать то, чего не должно. Бог не сделал так, что все, я обиделся, я закрыл дверь и ушел. Раз вы так, раз вы не слушаетесь меня. Нет, здесь речь не об этом. Бог никого ни к чему не принуждает. Он не обижается. Он говорит, поскольку они посчитали ненужным познавать Бога, то Бог оставил их на произвол их испорченных умов, допустив делать то, чего делать не должно. И так люди сегодня живут. Они делают то, чего делать не должно. И самое интересное, что при этом возмущаются на Бога. А как это Бог допускает так, что такое количество войн, что такое количество несправедливости, что люди уничтожают друг друга? А Бог просто допустил делать людям то, что они сильно хотели. Они хотели отвернуться от Бога и не хотели быть послушны Ему слову. Надо обижаться только на себя и не предъявлять претензии Богу. И вот чтобы восстановить человека из этого падшего состояния, это может сделать только Слово Божие, ничто другое. Совершенное Слово Божие, которое не требует никакого дополнения, ничего из Него нельзя убавить и ни к чему нельзя к Нему прибавить. Так Господь положил, что сила Его могущественного Слова, которым Он сказал и все совершилось, творение Его стало, появилось Его творение, небо и земля. Точно так же это же Слово, могущественное Слово, которое сотворило всю Вселенную, оно сильно изменить душу человека, оно сильно изменить сердце человека, оно сильно возвратить человека, Его душу туда, где ей на самом деле было хорошо и прекрасно, к Творцу, к Богу, в Его общении, в Его защиту. Возможно, здесь Давид, размышляя об истории Израиля, возможно, ему приходили на память яркие эпизоды, которые происходили в истории Израиля, отношения Израиля с Богом. Он вспоминал, возможно, историю Неемии, которую мы читаем в книге Неемии, когда, помните, стена Иерусалима была восстановлена, книжника Ездрова попросили читать закон Божий. Он вышел и читал закон Божий, закон Божий толковали, и вы помните, что происходило? Сердца людей, которые были черствы, которые отвернулись от Бога, они, эти люди, каялись перед Богом. Там написано, они плакали перед Богом, и они каялись за то, что они отвернулись от Бога, за то, что отцы их отвернулись от Бога. Это то, что делает Слово Божье с человеческим сердцем. Сердцем, которое жестоко само по себе, которое не любит, которое не имеет респекта ни перед кем, пока Слово Божье не воздействует на него. Итак, Давид здесь говорит, что Слово Божье, закон Господа, оно возвращает душу, возвращает душу на место, возвращает ее к Богу, возвращает ее туда, где ей было на самом деле комфортно и хорошо. Дальше он говорит, откровение Господа, оно верно умудряет простых. Откровение Господа верно умудряет простых. Откровение, другими словами, это свидетельство напоминания или предупреждения. И вот это свидетельство напоминания или предупреждения, оно верно, то есть верно, значит, надежно, буквально твердо, постоянно непоколебимо. Но если мы, скажем, возьмем вот эту кафедру, она сделана из дерева, какого-то мягкого материала, то есть ее будет легко разрушить. Но есть материалы твердые, есть камень или, скажем, скала, которая недвижима ни туда и ни сюда, которую вы ничем не сможете сдвинуть. И вот таково Слово Божие, потому что Слово Божие принадлежит Ему и отражает Его характер, отражает Его качество. В Таразаконе 7.9 написано, «Итак, знай, что Господь Бог твой есть Бог верный, который хранит завет свой и милость к любящим Его и сохраняющим заповеди Его до тысячи родов». Итак, сказано, что Слово Господа, оно верно, оно твердо, надежно и непоколебимо. Второй оттенок этого слова «верно» звучит как находиться под уходом или присмотром, как когда, знаете, бэбиситтер или нянька, или воспитатель наблюдает за ребенком, смотрит, чтобы с ним все было хорошо, чтобы с ним ничего не случилось. И вот точно так же Бог, Его Слово верно, и Он наблюдает за тем, чтобы Его Слово было исполнено, чтобы, как Он сказал, так оно и будет, чтобы Слово Его исполнилось. Бог гарантирует исполнение Своего Слова. Вот представьте себе, вы идете покупать какой-то товар в магазине или, скажем, идете покупать автомобиль, и вы знаете, что если я покупаю товар или автомобиль определенного производителя, то я знаю, что этот производитель, я знаю, что он отвечает за это своим именем, если это именитый производитель, и вы понимаете, что за качество товара отвечает он. И если у нас в жизни так происходит, если я иду покупать машину, и я понимаю, что это качественный автомобиль, за который отвечает производитель, Если это у нас так в жизни, то тем ли не более Бог, который говорит мое слово. Оно твердо и верно, оно неизменно, и я смотрю, оно находится под моей охраной, чтобы оно не было, оно не будет, вернее, оно будет исполнено обязательно. Если Бог предупреждает о чем-то, то оно обязательно произойдет. Мы читаем, что если Бог сказал человеку, не ешь с дерева познание добра и зла, потому что в день, когда ты съешь тот плод, то непременно смертью умрешь, то так и произошло. Если Бог сказал, то так и происходит. Смертью умрешь, и мы по сей день все мы стареем и умираем. Если Бог дает заповеди и говорит, что исполнение этих заповедей принесет тебе благо, то так и будет. Так и будет, если Бог говорит, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всем разумением твоим и так дальше. Называй эти десять заповедей народу израильскому. Если люди соблюдают эти заповеди, если бы народ израильский держался бы их, все было бы хорошо. Бог дает это слово и говорит, что это слово будет исполнено, если я обещаю, так и будет. И вот сказано, что оно, его откровение, его слово верно, и оно умудряет простых. Умудряет простых. Другими словами, это слово доступно и понятно. Это слово доступно и понятно. В частности, чтобы понять самое важное, что Бог хочет открыть каждому человеку, каждому из нас, нет необходимости в каком-то особенном знании. Нет необходимости в каких-то особенных навыках. Навыков. Здесь буквально сказано простых или наивных, или простодушных, или непонятливых, неспособных понять. Откровение Господа умудряет. Умудряет к самому важному. Умудряет к беспокойству о своих душах. Откровение Господа говорит, что нам надо беспокоиться о своих душах. Это важно. В Тимофея, второе послание Тимофея 3.15, апостол Павел пишет, «Ты с детства знаешь Священное Писание, а оно способно дать тебе мудрость, ведущую ко спасению, через веру в Иисуса Христа». Самое главное. Самое главное. Бог говорит, все просто. Тебе нужно верить в то, что Иисус Христос пошел на крест, умер вместо тебя, понес наказание за твой грех, чтобы ты мог жить. Дарует тебе свою праведность, которую ты не заслужил. И за счет этого ты можешь быть в отношениях с Богом. За счет этого ты можешь быть в вечности с Богом. Ты можешь рассчитывать на том, что ты будешь там с Богом. В свое время в Коринфе были люди, если вы помните послание Коринфянам, там были люди, которые говорили, что чтобы прийти к Богу, нужны особые знания, которые обладают только они, эти люди, которые несли эту мысль. Они говорили, что недостаточно веры в жертву Иисуса Христа на Голгофе, нужно еще особое определенное знание. И это определенное знание им обладаем только мы, и вам нужно прийти к нам, чтобы получить это знание, чтобы мы вам о нем объяснили. О Божьем Слове сказано просто, что оно верно и умудряет простых, и что не нужно никакого дополнительного знания. Точно так же и в наше время, сегодня есть такие люди, которые говорят, Слово Божие, да, хорошо, но вам нужно еще определенные вещи делать. Вам нужно еще исполнять определенные вещи, о которых знаем мы, и мы вам о них расскажем. Когда вы такое слышите, вам сразу должно вспомниться вот эти слова хотя бы, что откровение Божие верно и умудряет простых. Вам достаточно откровения Божие, вы не нужно какого-то определенного особого знания, о котором хотят вам сказать какие-то люди. Апостол Павел вот так ответил тогда Коринфянам на это притязание, когда они сказали, у нас есть особое знание, и жертвы Христа недостаточно послушать. Он говорит в первом послании Коринфянам, в первой главе с 23 стиха пишет, «А мы возвещаем распятого Христа. Для иудеев это камень преткновения, а для язычников – безумие. Для тех же, кого Бог призвал, будь то иудей или грек, Христос – это сила и мудрость Божия. Ведь то, что кажется глупостью Божией, куда мудрее человеческой мудрости, и что кажется слабостью Божией, куда сильнее человеческой силы. «Взгляните, братья, на то, какими вы были, когда вас призвал Бог. Много ли среди вас было мудрых? Если судить по-человечески, много ли среди вас могущественных, много ли знатных? Но Бог избрал не мудрых мира сего, чтобы постудить мудрых, и слабых, чтобы постудить сильных. Он избрал низкое и презренное то, что в мире не имеет никакой цены, чтобы сделать ничем то, что считается важным. Так что теперь ничто, никто не может хвалиться перед Ним. Благодаря Ему вы находитесь во Христе Иисусе, Который стал для нас мудростью Божией, нашей праведностью, святостью и искуплением. Поэтому, как написано, тот, кто хвалится, пусть хвалится Господом. Пусть хвалится Господом и этой простой Его истиной, простым Его откровением, которое умудряет простых. Итак, откровение Господа, оно свидетельствует нам о Его мудрости. Оно твердо, надежно, постоянно непоколебимо, и оно способно умудрить простых. Мы можем верить Ему, положиться на Него и быть уверенным, что Он на нас не обманет. Дальше здесь сказано, повеления Господа, они праведны. Праведны, другими словами, справедливы, истинны, честны, приятны, угодны. И у них есть одно свойство. Написано, что повеления Господа праведны, и они веселят сердце. Все Божьи повеления, которые касаются различных сфер нашей жизни, они справедливы. Если мы подчиняемся им, мы получим только одно, они приведут в нашу жизнь порядок. Слово Божие говорит об этом ясно. Один из примеров, ярких примеров, опять же, в Первом Послании Коринфянам. Я хотел бы сейчас открыть Первое Послание Коринфянам, 6 глава, с 9 стиха. Давайте вместе откроем, по возможности, Первое Послание Коринфянам и прочитаем вместе. Шестая глава, с 9 стиха. Здесь написано, апостол Павел тогда в свое время обличал Коринфянскую церковь и говорит, «Или не знаете, что неправедные царства Божие не наследуют? Не обманывайтесь ни блудники, ни идолслужители, ни прелюбодеи, ни малаки, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники. Царствие Божие не наследует». Задумайтесь над этими словами, которыми Павел называет этих людей. Задумайтесь над этими грехами, которые стоят за этими словами. Он говорит, не обманывайтесь ни блудники, то есть тот, кто изменяет, ни идолслужители, ни прелюбодеи, ни малаки, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники. Царство Божие не наследует. Нет возможности таким людям войти в Царствие Божие. Но дальше, смотрите, Он говорит, «И такими были, были некоторые из вас. И такими были некоторые из вас, но омылись, осветились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». Почему они были? Почему Он говорит, что они были, они в прошедшем времени, они были таковы, теперь они очищены, теперь они чисты? Потому что они услышали Евангелие, потому что они услышали Слово Божие, которое проповедовалось там. Они услышали это Слово, и их сердца изменились. Их сердца, поклонявшиеся греху, были привязаны к греху, к своим похотям, теперь они изменились. В них произошло такое мощнейшее изменение, что они теперь поклоняются Богу. Что должно произойти с сердцем человеческим, кто что может с ним сделать, кроме Слова Божьего, чтобы оно настолько радикально изменилось. Вы помните историю об апостоле Павле, о котором написано, что он был человек очень сконцентрирован на себе, на своих достижениях. У него была цель. Он ненавидел Церковь Иисуса Христа. Он был сконцентрирован на том, что он совершенный, он праведный, его учение самое настоящее, самое правильное, если я его придерживаюсь. И он гнал Церковь Христову. И вы помните, написано, что он еще, дыша угрозами, шел как раз по дороге в Дамаск, чтобы еще очередную совершить акцию, еще большую часть верующих, которые веруют в Иисуса Христа, арестовать, посадить их в тюрьме, убить и так далее. И вот на этом пути, вот это сердце, вот это жестокое сердце, которое готово идти и убивать сейчас, крушить все на своем пути ради своего идеала, оно останавливается ничем иным, как Словом Божьим. Иисус Христос обращается и к Нему говорит, «Саввл, Саввл, что ты гонишь меня?» Он обращается к Нему, и это сердце, которое было до этого момента каменное, которое было до этого момента жестокое. Оно изменяется. Почему? Ничем иным, как только Словом Божьим. Бог касается его, и оно изменяется. Оно становится совершенно другим. После этого мы видим Павла, который готов жертвовать своей жизнью ради того, чтобы нести Евангелие Иисуса Христа, который он прежде этого гнал, против которого он был жесток. Он готов умереть ради Иисуса Христа и ради того, чтобы донести это Евангелие, эту благую весть тем людям, которые погибают, тем же Коринфянам, о которых мы сейчас читали, которые погибали в своих грехах. И вот мы говорим, мы читаем о том, что по велению Господа они праведны и веселят сердце. Они справедливы, истинны, честны, приятны, угодны и веселят сердце, когда человек понимает, что да, да, я делаю, я живу так, как действительно должно быть. А как должно быть, знает только один Бог. И если я поступаю так, как знает Бог, так, как Он говорит, тогда это состояние приходит в мое сердце, тогда мое сердце способно радоваться. И сказано, вот это веселит мое сердце по-настоящему. Ни какие-то новые покупки, ни какие-то новые отношения, ни что-то еще, ни очередной отпуск, по велению Господа по-настоящему веселят сердце. Иисус Христос говорит, «Если заповеди Мои соблюдете, пребудете в любви Моей, как и Я соблюл заповеди Отца Моего и пребываю в Его любви. Сие сказал Я вам, да радость Моя пребудет в вас, и радость ваша будет совершенна». Совершенная радость, которая никогда не проходит, которая не зависит ни от чего, не идет ли дождь на улице, не пандемия ли, не еще что-то, какое-то расстройство в жизни случается, все равно это радость, которая настоящая, она пребывает в сердце. Потому что, говорит Иисус Христос, «Заповеди Мои соблюдете?» «В Моих заповедях, в соблюдении Моих заповедей. Радость моя, радость ваша совершенна». Дальше Давид говорит, «Заповедь Господа светла, просвещает очи». Заповедь Господа, то есть повеление, приказание, завещание, и оно просвещает очи. Когда мы читаем эти слова, не напоминает нам, когда тот момент в истории израильского народа, когда, помните, Израиль шел по пустыне, и Бог шел пред ним. Написано, что Господь шел пред ним, пред ними днем в столпе облачном, показывая им путь, а ночью в столпе огненном, светя им, дабы идти им и днем, и ночью. Вот точно так же, как Господь показывал им тогда путь, куда идти, точно так же Бог показывает в Своем слове нам путь по жизни. Мы читаем о том, что с момента грехопадения мир погрузился в духовную тьму. Духовную тьму человек больше не знает, он перестал понимать, что на самом деле правда, что на самом деле ложь, что по-настоящему черное, а что белое, если говорить образным языком. Что верно, что неверно. И вот находясь в этой темноте, если представьте себе, вы находитесь в темноте, полностью в темной комнате, вы не знаете, вы не можете ориентироваться, вы не знаете, где выход. Вы будете ходить, спотыкаться на ощупь, вы будете блуждать, вы можете удариться, вы можете повредить себе что-нибудь, но точно так же без Слова Божьего человек блуждает. И вот псалмопевец говорит, что заповедь Господа светла, она просвещает очи. В другом месте псалмопевец говорит, «Слово Твое светильник ноге моей, и свет стезе моей». То есть, что делает свет? Свет прежде всего дает нам возможность осмотреться. Свет дает нам прежде всего возможность увидеть препятствия на нашем пути. Свет дает нам возможность увидеть, где я могу споткнуться, где я могу себе что-то повредить. И дает нам возможность найти выход, если я нахожусь в темном помещении. Если я вижу свет, то я иду к этому свету, и я могу выйти из этого состояния, из этого помещения. То же самое говорит Слово Божье. Оно направляет нас к выходу. Оно направляет нас к выходу из духовной тьмы, в которую погрузилось все человечество с момента грехопадения. Оно направляет нас к Иисусу Христу. Направляет нас к выходу. Слово Божье говорит о том, что если ты находишься в этой духовной темноте, ты не избежишь наказания. Оно освещает прожектором и говорит, вот посмотри, что происходит. Если ты здесь останешься, вот что тебя ожидает. Наказание за грех. Божий гнев за то, что ты грешил пред Ним. А Слово Божье, и также оно говорит о том, что есть выход из этого состояния. Оно говорит, что есть Иисус Христос, который умер на Голговском кресте, понес наказание. Если ты веришь, что это Он сделал за тебя, если ты принимаешь это верою, что Иисус Христос понес на Себе наказание вместо тебя, то тебе уже не нужно быть на этом суде. Ты уже не судишься. Написано, Слово говорит, перешел от смерти в жизнь. И вот точно так же Слово Божье нам постоянно показывает, как нам поступать в той или иной ситуации. Как нам строить семью. Как нам поступать на работе. И так далее, и так далее, и так далее. Поэтому Псалмопевец, размышляя здесь, и говорит, заповедь Господа светла, она просвещает очи. Дальше он сказал, пишет здесь, страх Господень чист, пребывает вовек. Страх Господень чист и пребывает вовек. Страх – нормальная, обычная реакция человеческого организма. Мы понимаем, что потрогать оголенные провода, скажем, где высокое напряжение проходит, это опасно для жизни. Нам страшно, и мы этого не делаем. Мы понимаем, что огонь, если мы коснемся его, мы обожжемся, нам страшно, поэтому мы этого не делаем. И вот точно так же Слово Божье, которое говорит, что Бог, Он свят, чист, непорочен. И Он говорит о том, что человек грешен. Слово Божье говорит о том, что каждый человек, каждый из нас однажды окажется в присутствии Божьем. Лицом к лицу однажды окажется в присутствии Божьем. И если я понимаю, Слово Божье говорит, что я грешник, и что у меня нет никакой возможности выставить перед этой святостью, я окажусь однажды там обязательно. Когда я переступлю свою последнюю черту жизни, когда я сделаю последний вздох, я окажусь там. И если я не имею оправдания, тогда я погиб перед этим Богом. Тогда я погиб, я пропал. Но если я оправдан Иисусом Христом, тогда у меня есть надежда. Тогда у меня есть надежда. И вот этот страх Господень, поэтому Он и чист, Он внушает эту чистую боязнь, чтобы не оказаться в плачевном положении. И сказал, Исход 20.20 написано, И сказал, Моисей народу, не бойтесь, Бог пришел, чтобы испытать вас, и чтобы страх Его был пред лицом вашим, дабы вы не грешили. Страх Господень чист. Он нужен для того, чтобы мы боялись греха, а не боялись прийти к Богу. В страхе перед Господом надежда твердыня, надежда твердая, и сынам своим Он прибежище, написано в притчах, в 14 главе. То есть это не какой-то панический парализующий страх, когда я чего-то непонятного боюсь, бегу от этого, падаю, спотыкаюсь и не могу дальше встать. Это не панический страх, это наоборот. Страх, который побуждает искать нас избавления. Страх, который побуждает нас бежать к отцу за его отцовским прощением. Если вы помните историю о блудном сыне, как блудный сын, который считал, что отец слишком строг к нему когда-то, что отец не дает пожить ему так, как ему, собственно, хочется и распорядиться денежками отца, так, как ему хочется, он уходит от своего отца, берет свою долю наследства и уходит от своего отца. Он наскитался, он натерпелся и понял, что нигде, собственно, лучше-то ему не будет, кроме как у отца. И вы помните ход его мысли, он размышляет и думает, вернусь к вам моему отцу, пойду к моему отцу, пусть, наверное, даже я не буду больше ему сыном, пусть я хотя бы буду как один из его слуг. Да, и помните, он идет к отцу и отец, отец написано, он издалека его увидел, о чем это говорит? Отец его ждал все это время. Если этот человек увидел его издалека, он где-то сидел и всматривался вдаль, он увидел его издалека, потому что он ждал его все это время. Он ждал, что этот сын вернется наконец, что он одумается. И вот так же Бог, так же Бог поступает с каждым из нас. Он ждет своего дитя, каждого своего дитя ждет постоянно, и он сделал для этого все возможное, чтобы это дитя могло вернуться к нему. Точно так же, как тот отец. Мы помним, отец этого блудного сына, он побежал навстречу к сыну. Он побежал к нему со всех ног, чтобы, возможно, люди, увидевшие возвращение этого скитальца, видевшие того, кто оскорбил своего отца, теперь возвращается, чтобы они его не побили камнями, и отец бежит к нему навстречу. Бежит к нему навстречу. Если вы знаете, то одежды в то время были длинные, мужчины носили длинные одежды, и чтобы побежать, ему нужно было поднять эти одежды, иначе бы они мешались под ногами ему, он бы упал. Он поднимает эти одежды, оголяет свои ноги, что уже само по себе было позором. Он ради своего сына принимает на себя этот позор и бежит к своему сыну. И вот Иисус Христос принимает весь позор греха, нашего греха на себя, берет на себя наш грех, возлагает на себя наш грех, позор наш возлагает на себя и идет на крест. Ради нас. Бог послал своего сына, чтобы устранить преграду, которая стоит между Богом и человеком, устранить преграду, которая не дает нам прийти к Отцу, устранить грех, устранить гнев Божий на этот грех. Этот гнев лежит на Иисусе Христе, и Он закрывает нас Собою. Благодаря Ему мы можем прийти к Богу Отцу. Страх Господень чист, пребывает вовек. И псалмопевец говорит, что Его правосудие справедливое. Его правосудие справедливое. Оно называет все своими именами. Оно называет грех грехом. Оно называет черное черным и белое белым и выносит приговор греху. Спасибо. Его правосудие помогает нам понять, что Бог справедлив, и что Он накажет грех, что Он его уничтожит. Слово Божие говорит, что Он не желает смерти грешника. Он накажет грех, но Он не желает смерти грешника. Он желает, Он разделяет. Он говорит, я желаю, чтобы грешник жил, но грех я накажу. И для этого Он говорит, что здесь не может ничего общего быть между Богом и грехом. Слово Божие говорит, что нам нужно отделиться, нам нужно отвернуться от своих злых путей, нам нужно отвернуться от прежних дел беззакония, в которые погрузился весь мир с момента грехопадения, в котором мы так и живем. оно говорит, что нам нужно отвернуться от своих беззаконий и повернуться к Богу, покаяться перед Богом за то, что жили против Него, за то, что поступали против Его Слова, будучи Ему непослушны. И поэтому, размышляя над Божьим Словом, каково оно, над Его качествами, над тем, что оно нам дает, Давид здесь провозглашает, он размышляет, восхищается этим Словом и говорит именно поэтому, потому что Слово настолько ценно для нас, потому что оно имеет такое намерение по отношению к нам, он говорит именно поэтому, он говорит в 11 стихе, Слово Божие, или Его суды, они вожделение золота и даже множество золота чистого, слаще меда и капель сота. То есть он говорит о том, что Слово Божие, оно намного более желанно, а золото люди часто желают богатства, не так ли? Люди прилагают усилия, чтобы приобретать это богатство. Он говорит здесь, что Слово Божие, оно намного вожделение золота, то есть оно намного важнее мирских богатств. Золото принадлежит земле. Очень просто, очень простая логика, оно земное, оно служит этому земному телу. И когда-то это золото истлеет, и когда-то это тело истлеет, то золото, которое служит этому телу, всего этого не будет. Но он говорит, что Слово Божие, оно вожделение золота, потому что это Слово, оно содействует тому, чтобы мы в вечности были с Богом. Именно поэтому оно вожделение, потому что оно говорит правду о нас, говорит правду о Боге, поэтому оно вожделение. Если мы подумаем, как это в нашей жизни, насколько это слово для нас вожделено Является ли оно действительно для нас таким вожделенным, чем золото, как здесь Давид пишет Дальше он говорит, слаще меда и капель сота Опять же, человек ищет каких-то телесных наслаждений Будь то пища, будь то отношения И здесь Давид говорит, что слово Божие, оно слаще меда и капель сота, оно более вожделенное Пища присыщает человека Мы когда-то насыщаемся, нам когда-то все надоедает А слово Божие, он говорит, оно слаще меда и капель сота Оно не бывает чрезмерным И он говорит, и поэтому, потому что слово Товое таково Он говорит, раб Твой охраняется Твоим Словом Соблюдение Твоего Слова – великая награда Писание учит, что нужно противостать дьяволу Писание говорит, что не нужно поддаваться искушениям Нам нужно ненавидеть грех и избегать самого приближения зла, самого приближения греха Если мы выполняем слово Божие, мы обретаем свободу, мы обретаем истинную полноту жизни в духовном и физическом смысле Если человек освобождается от своих греховных привычек, скажем, освобождается от алкоголя, освобождается от наркотиков, он приобретает эту полноту жизни в физическом смысле Если человек покорен Божьему Слову, кается перед Богом и приобретает эту душевную свободу, духовную свободу, этот мир с Богом То это совершенство и в духовном смысле человек благоденствует И поэтому он говорит, Давид, размышляя над этим словом, он говорит Твое слово таково, оно совершенно Твое слово, оно праведно, оно веселит сердце Господний страх чист, пребывает во век и так дальше Он говорит, раб твой охраняется ими и соблюдение их великая награда Соблюдение Божьего Слова, великая награда, награда на небесах Которая ожидает нас, незаслуженная награда быть с Иисусом Христом в Его небесном граде в Иерусалиме И дальше, вот эти последние два стиха Или предпоследние два стиха, очень важные для нашего размышления с вами Кто усмотрит погрешности свои от тайных моих, очисти меня, говорит Давид Кто из нас может усмотреть свои погрешности? Кто из нас может вот так четко и ясно оценить Здесь я прав, а здесь не прав Здесь я поступаю честно, а здесь не честно А Слово Божье очень четко и ясно отделяет одно от другого Если мы в Него смотрим, то мы узнаем об этом Если мы не будем в Него смотреть, тогда мы будем ошибаться и заблуждаться И даже больше Он говорит И от умышленных удержи раба твоего, чтобы они возобладали мною Тогда я буду непорочен и чист от великого развращения Смотрите, Он говорит даже, что умышленные То есть те вещи, о которых я могу размышлять Те мысли, которые у меня в голове крутятся Он просит, Господи, и от этих мыслей, если они греховные, удержи меня Удержи меня, потому что часто мы не способны справиться сами Потому что часто, если мы надеемся сами на себя Что, ну ладно, я там сделаю то или другое Допущу там ту или другую грязную мысль Понаслаждаюсь ею, как раньше это происходило в моей жизни То я проклят Потому что я не смогу с этим справиться Обязательно я упаду И поэтому Давид говорит от умышленных Удержи раба твоего Он возлагает свое упование на это слово Которое твердое Которое устоит на своем месте Которое не поколеблется Потому что Бог является его гарантом Как мы говорили И он говорит Да будут слова уст моих Да будут слова уст моих И помышления сердца моего Благоугодны пред Тобою, Господи Твердыня моя и Избавитель мой И последний стих, на который мы Давайте задумаемся Давайте зададим себе вопрос Еще раз Я прочитаю эти слова Да будут слова уст моих То есть все то, что до этого Давид сказал О Слове Божьем О его действии в нашей жизни О его надежде на это слово И вот читая эти слова Да будут слова уст моих И помышления сердца моего Благоугодны пред Тобою Можем ли мы точно так же сказать Вместе с Давидом Можем ли мы сказать Что мы тождественны С этими словами его Что его слова Я беру в себе в сердце И произношу вместе с ним Господи, твердыня моя и Избавитель мой Так ли это в моей жизни Так ли это на самом деле Могу ли я сказать Читая эти слова Которые пишет здесь Давид Могу ли я сказать Аминь Да так это точно и будет Могу ли я сказать Да или нет Давайте дим себе сегодня ответ На этот вопрос в нашей жизни Да или нет От этого зависит очень многое От этого на чаше весов Лежит самое важное Наша душа Могу я ответить на этот вопрос Да, Аминь Точно так, Давид Тогда мы спасены Если нет Тогда нам нужно бежать за спасением К небесному Отцу Который ждет нас Который ожидает нас Всякий момент Который сделал все возможное Чтобы мы могли к Нему прийти Аминь Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok